Рак Перископ Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте, мы сегодня утро очередное, тяжело. Хочется не просыпаться. Сегодня, по заказу всех фанатов, мы варим кашу. Мы варим кашу. Давайте сначала просто узнаем все ингредиенты. Мы варим кашу. Нам нужны для этого ингредиенты. Что нам нужно для варения каши? Нам, безусловно, нужна сама каша. Каша, ясно, солнышко. Семь злаков. Хлопи. Давайте посмотрим, да. Посмотрим, друзья. Пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные, гречневые, рисовые, пшенные. Вкусный завтрак за 5 минут. Я могу сказать, что в магазинах уже практически не осталось каш, которые, ну, знаете, не заранее не обработаны. То есть, которые нужно варить 20 минут. Я не знаю, к хорошему это или к плохому, но это так. Нету. Есть только... Которые короткие. И то 5 минут, это даже большое время приготовления. Там 3 осталось, 2. Я не знаю, что происходит с этим миром, но это так. У нас есть хлопья, злаки. И что нам? Молоко валио. Вы спросите меня, почему молоко валио? Да просто потому, что вы сами понимаете, полтора процента я его купил по скидке. По скидке. Скидка всегда, даже если у тебя есть деньги. Скидочка, она всегда привлекает. Ты думаешь, ого, я сколько сэкономлю? 30 рублей. На 30 рублей я не знаю, что смогу сделать. Да бесконечно, что могу пол раза на метро проехать за 30 рублей. Так что, и смотрите, друзья. У меня уже почти закипело молоко. Видите? Видите? Оно уже подходит. Сейчас оно начнет бурлить. И мы туда закинем... Хотел сказать картошечку, но нет. Мы туда засыпем ясносолнышко. Ясносолнышко. Смотрите, у него такое приятное окно для того, чтобы засыпать туда. И смотрите, способ приготовления. Способ приготовления. Все простой. Залейте хлопья горячим молоком или водой. Добавьте соль, сахар по вкусу. Варите на медленном огне примерно 5 минут. Оставьте кашу томиться. Томитесь под крышей 3 минуты. Под крышей. Если есть крыша, то 3 минуты. Подавайте к столу. Добавьте кусочек сливочного масла. Все, друзья. Смотрите. Ой. Ой. Закипела хуйня. Закипела. Начинаем туда ссыпать. Вот где-то так, да. Много насыпешь, будет густая. Мало насыпешь, будет жидкое. Одно молоко будет. Варим кашу, друзья. Варим кашу твою, Машу. Все. Обязательно надо помешивать, потому что, блядь, пригорит. Ебаная хуйня. Кстати, у меня плита на днях поломалась. Вообще, пиздец. Комфорки не зажигались. Я думаю, что за хуйня. Оказалось, просто контакты оплавились. Мельников Леша. Доброе утро. В вашем столице. Неважно, в каком городе ты. Кашу едим. Кашу варим. Кашу варим. Кашу варим. Каши варим. Так что, вот такая хуйня. Да, Леша, я подумал, что ты из Москвы. Все. Смотрите, друзья. Она уже кипит. Кипит. Кашка кипит. Чуть-чуть убавим. Вот, кстати, как вы считаете, кашу под крышкой нужно варить или без крышки? Я вот как-то смотрел документальный фильм Тарковского и Танино Гуэрре. Они там в какой-то деревне своей боссы на итальянской тусили. И они варили свои спагетти охуенным образом. У них большая такая чан. Был огромный чан с водой кипящей. И они туда засунули свои спагетти. И закрыли, понятное дело, крышкой. А у нас многие люди спагетти не под крышкой. И вообще любые макароны не под крышкой варят. А итальянцы под крышкой варят. Вот и все. А кашу? Русские люди раньше в печи кашу варили. Они ее, безусловно, закрытой туда ставили. В печь. Кстати, надо будет как-нибудь попробовать в печи приготовить. Надо есть в печь. Конечно, не как русская. Но попробовать можно. Ладно, я не поставил таймер. Хотя он у меня есть, этот таймер. Вот, смотрите, у меня есть вот такой вот таймер. Немецкий. Вот так вот раз заводишь. Но мы его поставим на другую тему. Мы его поставим, чтобы под крышкой. Так что такая охуня, друзья. Помешиваем, помешиваем. Вот только из-за того, что мне приходится транслировать этот процесс. Я помешиваюсь, стою тут рядом, а не куда-нибудь съебался за компьютер. А потом вернулся, оно все выкипело, всю плиту залило, подгорело. И ты думаешь, ёб твою мать, нельзя было уходить. Вот так вот. Все просто. Площадь Ленина. Блядь, она перекрыли и перекопали, чтобы злодеи не собирались. Вот так вот, друзья. На самом деле, электрическая такая плита, она не очень хорошая, потому что она ровный уровень. Накала, скажем так, не поддерживает, потому что оно то хуячит, то его меньше делаешь. Оно, блядь, через какое-то время тухнет. Короче, это не безусловно, смотрите, друзья, вот она уже подзаварилась, да, скажем так. Так, и мы выключаем, мы выключаем, и под крышечку на три минутки. На три минутки под крышечку пусть постоит, да. Да, постоит, а потом, вот не знаю, скажите мне, стоит ли добавлять туда сливочного масла, потому что, мне кажется, она достаточно жирная уже, раз ее на молоке варишь. Варишь. Добавлять масло или нет, друзья? Добавлять или нет? Добавлять или нет? Она на молоке, не забывайте. Масло, конечно. Смотрите, мне нравится, что тут вот такой, этот, специально окошко, которое закрывается, да, и все. О, Леша, Леша говорит, нет, не надо. Всем, кстати, советую, кто хочет поддерживать здоровый образ жизни, питаться нарзаном кисловодским, натуральной газацией. Это отличная вода, она, что самое важное, смотрите, она лечебно-сталон, сульфадная, гидрокарбонатная, то есть она сраной аптекой не пахнет, она вкусная. Она отличная. О, все! Что-то она прозвенела, а нихуя. Ладно. Короче, ладно. Короче, кашка, кашка. Кашка. Нет, яссинтуки. Яссинтуки, кстати, хорошая. Не-не, яссинтуки, нихуя не. Кисловодская хорошая, она... А вся остальная каша... Ой, каша, вода, да, пахнет ебаной аптекой. Вот этим привкусом стрёмным. Смотрите, какая кашка получилась. Такая вообще просто... Великолепная... Великолепная каша. Смотрите, какая. Ну, наверное, не знаю, масло... Нет, ну и так жирное. Зачем сюда масло засовывать? Она же... Да, семь злаков. Семь злаков, друзья. Волжанка. Ну, у нас не продают волжанку. Так что так, друзья. Ну, всё равно оно пригорело, конечно. Вот я этой деревяшкой и лопаткой хуярю, а там присутствуют такие штуки. Конечно. Всегда подгорает ебаная каша. Невозможно, чтобы не подгорело. Всё, мы сейчас вкусняк поедим. Борская. Так что, вот так, друзья. Вот. Всё. Готово. Готово. Ну, сахарку надо добавить, потому что, конечно, так оно слишком пресное. Что, конечно, не есть хорошо. Сахар. Это хуйня. Ммм... Нет, придётся сахар добавлять, ладно. Так что, вот так вот. Всё, друзья. Ушёл есть. Всем хорошего дня. Вы просили кулинарные поединки. Сахар-наркотик. Да нет, бабана. Бабана нет у меня. Я добавил банан. Или яблоко. Давайте, друзья. Не ешьте сахар. Ешьте кашу. Всем уважения. Подписывайтесь на мой Facebook. Субтитры подогнал «Симон»!